Значит, вот такая была бобина, а вот все, что от нее осталось. Я вязала в три нити. Нитка тонкая, но я их соединяла спицами номер. Как всегда, сразу приготовила, да, вот теперь начнем рыться. Пардон за накладку. Значит, эта спица у нас пятерка. Поплотнее, чтобы было, потому что это одежда, шубка, пальтишко. Значит, ну как шубка? Шубка, потому что это буклешка, еще раз говорю, она в три нитки, получается такая толстенькая, объемная, да, но с другой стороны это вяжется по принципу кардигана, потому что набор сверху регланной линии, да, реглан сверху, и пошел вниз вязаться. Просто то, что качество толстое и букверь, и вот так вот назвалось это, назвалось пока это изделие шубкой. Здесь что? Ничего такого. Вот только одно, что здесь вот со стороны спинки я посередине набрала дополнительно еще 10 петель и потом уже как бы расширила. Можно было бы это сделать по-другому, но я поздно спохватилась и не продумывала до этого, как можно было бы расширить это пальтишко, да, ну, или шубку. Вообще как-то не задумывалась о том, что это... В общем, ладно, все было спонтанно, все как-то получалось, но и с другой стороны получилось здорово. Ну, добавила количество петель, потом их вот так вот, иголочки, значит, когда это все связала, иголочки соединила, получилась такая складочка и и снизу получается, что полы этого пальто, оно, ну, как бы расширилось, да, вот так вот. Что теперь у меня здесь? А теперь вот что, я хочу еще сделать отделку теперь на это пальтишко или шубка. рукавчики я чуть-чуть покороче сделала, сильно не удлиняла и здесь нет никакого, видите, ни планочки, ни этого воротничка. Я уже как-то говорила, что я хочу здесь сделать небольшие, ну, как бы обвязку сделать дополнительно, не именно вот этой пряжей, а другой пряжей. Здесь вот что хочу, знаете, сказать, по реглану. Обычно мы петли для реглана прибавляем по лицевой стороне, ну, как вы видите, вот эта лицевая сторона, да, у меня, это изнаночная сторона. Я здесь добавляла регланные линии по изнаночной стороне. Вот видите, вот здесь вот. Вообще-то я думала, ну, как бы, нет, ничего я не думала. Вот, я здесь добавляла по изнаночной стороне, а когда вот перевернулось это все на лицо, то здесь практически как бы вот этих вот, ну, вот так получилось. Более как бы аккуратно и она сливается с общим полотном и нету таких выраженных именно прибавок. Они остались на изнаночной стороне. Вот. Как-то неожиданно так получилось, и получилось здорово. Больше здесь по этому изделию я ничего такого не могу сказать, никаких новшеств я здесь не применяла, только вот вязала регланные линии, прибавки я вязала по изнаночной стороне делала, прибавки я по лицевой уже просто провязывала. Я ее обвязала, ну, так как в прошлом видео я говорила, что у меня не хватило пряжи, и вот этого голубой, вернее, не было. Я заказала, замочки заказала, купила, и вот моя шубка готовая. Сейчас, конечно, она так сильно не вмещается, я потом постараюсь как-нибудь ее отфотографировать и выложить отдельно маленьким роликом. Вот такая вот красотень вышла у меня замочком. Вот замок вставленный, видите, здесь все четко, обработка прошлась, здесь тоже по горловине обработка все сделано. Напомню, что это пряжа букле, бобиная пряжа, я вязала в три нити спицами номер пять, реглан сверху, бросовая нить, реглан сверху, лицевая изнаночная сторона. После того, как все это связалось, рукавчики, низ я сделала обвязку крючком манжеты. Пряжа это Ализе Бэби Софти, стопроцентный полиэстер, ну такая плюшевая пряжа, да, известное дело, в одну нить крючком. Вот там. Обвязала, воротничок сделала и воротник, как я набирала, я сначала распустила, у меня здесь бросовая нить была, я распустила бросовую нить, набрала на нее петли, провязала воротник, на воротнике сделала в четырех местах, два раза прибавки сделала, то есть, допустим, лицевую вяжу прибавки в четырех местах, делаю по одной петле, в изнаночной провязываю. Затем опять лицевую вяжу, опять в четырех местах прибавки, висели маркеры, опять в четырех местах прибавка, по изнаночной стороне прибавки нету. И все, и дальше вязала просто по прямой. Затем, вот эту вот планку на воротник я вытащила петли но здесь вот кромочные петельки же если с помощью крючка подняла петельки и провязала вверх вот эту вот планку для того чтобы она укрепляла воротник держала да ну и вот вот таким образом и потом просто с помощью крючка подцепляя петельки вот эту планочку я присоединила можем было взять иголочку но здесь плюшевая пряжа и как сказать петельки очень плохо видно крючком вяжешь и просто так вот пальчиками ищешь где это было петелька так практически очень тяжело практически не видно этих петель в общем кромочную по кромочным петлям вот и вот крючком потом последний ряд соединила под петлю от воротника значит обвязка вот эти вот этой планки и низ шутки тоже шел по кругу туда обратно обвязка несколько рядов и одна обвязка шла с внутренней стороны для того чтобы делать обвязку и вот здесь не было видно стыка я сначала по всей длине по всему периметру как говорится пустила тамбурный шов то есть с помощью крючка проложила цепочку до строчку такую вот и потом из-под строчки я уже вытягивала строчку прокладывала голубой вот этой вот пряжи и потом из-под петель этой под этой строчки вытягивала петельки и провязывала и изнаночной стороны тоже из-под этой же строчки я вытягивала точно также петельки и провязывала их крючком и здесь крючком провязав одинаковое количество рядов я последний ряд здесь снизу крючком закрыла оба обе стороны я соединила вместе а вот планку там где замочек я уже поставила замок и с помощью иголки нитки я их соединила то есть прошила с одной стороны вот видно здесь вот строчка такая идет и вот с помощью иголки я соединяла обе стороны и внутри как раз у меня остался замочек все получилось классно красиво аккуратно здесь я вот эту планку когда вязала я здесь оставила внутреннюю от пустоту еще для чего ну для того чтобы я так думаю что возможно здесь можно будет ставить шнурок и если горлышко будет широкое что без не раскрывалась или ну это знаете как надо конечно сначала примерить на ребенка но это изделие сейчас большое для девочки которую я вязала для внучки подрастет следующей зиме если будет как раз или на через год в общем не знаю как получится размер то получился такой большеватый да даже на так навскидку видно я померила на внука мог у себя два года внучки годик всего даже внуку была она большовато но годика на 3 может быть это будет но ничего вырастет ребенок и вот когда уже потом там по ходу возрастание по ходу ну как вырастет вот здесь вот уже можно потом будет придумать что-нибудь или здесь вот так вот крючочек соединить или здесь сделать шнурок чтобы завязать или можно будет вот здесь вот придумать какую-нибудь штучку такую да и застегнуть или пуговицу потом придумать но здесь можно разъединить петли и сделать петель под пуговицу допустим или вот так ну это значит надо мерить ну как обхват шеи будет да как вот размер ребенка будет это вязала на глаз как говорится без всяких расчетов потому что ну я понимала что эта вещь будет носиться не в этом году и не на следующий год а вот через год там когда будет там два три года когда будет вот тогда эту шубку и будет одевать ну вот и все